Надо начать, а то я слишком много говорю. А, ну а сначала фраза из этого видоса. Я схожу с ума. Мне не нужно высшее образование, что я попала под раздачу. Должен был дать основу и... Это пи***ть полнейший. Али, еб***х, мои нервные клетки не выдерживают абсолютно ничего. Всем привет, ребята, это Ви, и сегодня у нас немножко разговорное видео. Давно у меня не было таких разговорных видео, тем более я все их поблочила на своем канале. Сегодня у нас небольшое такое разговорное видео, так что запасайтесь чайком. У меня, к сожалению, у чайка у меня водичка, потому что мне было лень наливать чайок. Да мне тем более лень было долить водичку у меня, видите, на донышке. Я поставила кружку, и водичка немножко пролилась. Теперь у меня еще меньше воды. Небольшой разговорчик о 10 классе и о том, как я схожу с ума в 10 классе. С чего мы... Ну ладно, окей, начнем с 9 класса. Во-первых, в 9 классе вы принимаете решение, идти вам в 10 или не идти вам в 10 класс. И я скажу вам, что я бы с радостью на ту профессию, на которую хочу учиться, идти я после 11 класса, ушла бы с радостью после 9, потому что, как оказалось, мне не нужно высшее образование, чтобы преподавать в начальной школе. Как проходит прием в 10 класс? Вам в 9 классе в весь год, значит, готовят к ОГЭ, к двум предметам, которые вы будете сдавать по выбору, и к двум реально действительно нужным предметам. И слава богу, то, что я попала под раздачу только два обязательных предмета, у нас была контрольная работа по биологии, которую я написала на три, зато оба экзамена я сдала на пять. Напомню, что одновременно с этим я сдавала еще экзамены в музыкальной школе. Я вышла отличницей. Но, как оказывается, за эту корочку ничего, никакие баллы не плюсуются в ЕГЭ. Нам в 9 классе, значит, насиловали мозги с этим 10 классом, мы говорили, давайте, нам нужно, чтобы у нас была статистика, чтобы именно из нашего А-класса, у нас три параллельных класса на тот момент было, сейчас у нас один А-класс, 10-й А и что-то подобное, а тогда было бы АВ, АБВ хотелось. И с каждого класса там понабралось по чуть-чуть, из Б и В, и наш, типа, должен был дать основу именно А-класс, чтобы наш именно классный руководитель взяла наш класс. Вы приходите со своим аттестатом 9 класса, кстати, в 9 классе вы работаете на аттестат. Оценивание в 10-11 классе в аттестат это пи***й полнейший! Я, в принципе, мне уже этот аттестат не нужен, я в 10 классе! Что? Серьёзно? Я сижу на своём примере, так что, если у вас будут какие-то свои примеры, комментарии под видео, я готова вас послушать! Вы берёте свой, значит, аттестат об окончании основное общее образование, это оно, или как... Короче, аттестат за окончание 9 класса, потому что оценки идут именно из 9 класса. Вы приносите корочку, короче, свою, которую вы получили. Кстати, у нас была не синяя корочка, а фиолетовая. Вам дадут заявление, вы его заполните, отнесёте вместе с аттестатом и со всем, и всё. Также у вас будут смотреть портфолио. Нам сначала говорили так, а потом оказывается то, что заявление в 10 класс оформляете не вы, а ваши родители. То есть, от бумажки, которую заполнены родители, решается ваша судьба. Я благополучно уехала. В деревню. Вывесили сначала списки. Нас не предупредили, что вы приняты в 10 класс. Вы должны будете зайти на сайт школы, и только там, где-то, где-то, в каких-то разделах, в каких-то, я бы сказала, реально ебанях, найти то, что вы приняты. Приносите документы, этот свой аттестат, какую-то заполненную бумажку, и если у вас портфолио хранилось в школе, оставляйте это портфолио там, за ним придут его, посмотрят, и всё. Но мне кажется, у нас даже портфолио не смотрели. Также, когда вы уже в 9 классе, вы узнаете о том, что вы действительно будете учиться в 10 классе, вам могут посчитать, распечатать сколько бумажек, и вы должны будете отметить, на какой программе обучения вы будете обучаться. Два профиля подготовки, это универсальный и, естественно, научный. Так как я изначально хотела идти на повар-кондитера, я решила, думаю, блин, наверное, лучше, естественно, научный выбрать, потому что там биология с химией, и если в институт там что-то питания, или что-то типа такого в Москве поступать, то биология с химией действительно должна будут понадобиться, как бы, типа, и мне надо будет узнать, что ты делаешь, типа того. В общем, выбрала я для сдачи биологию с химией, и такая, думаю, надо её выбирать, естественно, научный, типа, если там для института питания. Но сейчас у нас одна девочка чисто, у ней мозги ебут с этим, естественно, научным профилем, и я такая, слава богу, я выбрала универсальный. Универсальный — это электив по математике, электив по инфе, электив по физике, два электива по истории. Ну, и ещё один электив — это текст, это русский язык, он везде. Вообще должны были быть ещё и факультативы, но так как у нас сейчас меньше часов в неделю, и мы учимся с понедельника по пятницу, лучше выбирайте универсальный. Серьёзно, зачем вам углублённая биология с химией? Если вы, конечно, там, не на медицинские, не на фармацевты, то далее. Я знаю то, что там есть ещё каких-то, ещё четыре программы, всего шесть программ, но я не буду их перечислять, потому что я составляю именно на основе своей школы, и у нас всего две программы. Универсальный и, естественно, научный. Я выбрала, естественно, научный. И не пожалела, потому что у нас сейчас девушка ебётся этим, естественно, научным, потому что она у нас одна, и ей говорят то, что мы начнём заниматься с октября углублённой биологией с химией, но у нас химичка — это отдельная история. Если вы хотите получать вышку и потратить меньше лет, меньше времени как бы на обучение, не знаю, лучше бы я потратила восемь лет, потому что я сейчас так задолбалась, серьёзно. Мои нервные клетки... Вот мы и подошли к следующей теме. Мои нервные клетки не выдерживают абсолютно ничего. Мне нравится то, что мы сейчас общаемся со своей подругой с ещё другой частью класса, с которой мы раньше контактировали не очень хорошо, и в эту часть класса входит мой краш. Он сидит сбоку от меня. Каждую контрольную, каждую самостоятельную работу слышишь «Варь!» И вот это вот бесит. Но не помочь ты не можешь, потому что портить отношения с классом, с которым ты хорошо общаешься, ты тоже не можешь. И с другой стороны мне даже нравится помогать людям, потому что я слишком добрый человек. Возможно. Не знаю. Да пофига. Вот. И мои нервные клетки с этого момента начали потихоньку-потихоньку-потихоньку-потихоньку рушиться. А нервные клетки не восстанавливаются, и всё бы ничего. Я выдерживаю все эти контрольные работы, самостоятельные работы, все эти оценки, и я до сих пор остаюсь хорошисткой. Но проблема в том, что учителя в 10-м классе, да и в 9-м классе, они уже начинают очень сильно меняться к вам, к вам по отношению, естественно, по крайней мере, в нашей школе. У нас, конечно, физичка, кадр ещё тот вместе с химичкой, а ещё информатичка, которая касается серьёзно. Я уже, видите, схожу с ума. Физичка с химичкой – это действительно отдельные кадры. Физичка, химичка, информатичка. Я не буду сейчас срать и поливать говном, потому что если это видео разлетится, то зачем? Это чисто наше внутриклассное. И химичка у нас сейчас заучит по какой-то там части. Она, если раньше спрашивала учителей, и ржала она тем, как они питаются в нашей столовой, что сейчас она топит за столовку и говорит то, что типа «столовка – это хорошо! Почему вы не питаетесь? У нас все продукты качественные, всё хорошо. Тем временем у нас недожаренные, значит, оладушки, недожаренные котлеты, волосы в супе, эти грёбаные, как там, тараканы в компотах, и я не питаюсь в столовой. Это всё мне рассказывают те, кто ест. Я не буду питаться за 70 рублей каким-то говном в столовой, если можно поесть нормально». И у нас все спрашивают, почему вы считаете, что это говно. У нас рыбные биточки, рыбные котлеты, три раза в неделю, а мы учимся пять дней, и три раза в неделю вы даёте нам рыбные биточки. У вас куда-то фарш закончился, и вы решили то, что надо бы детей покормить рыбкой. Вы кормите детей. Я назову себя ребёнком, потому что мне пока ещё нет 18 лет. Я назову себя ребёнком. Вот когда у меня исполнится 18, я назову себя уже более-менее каким-то взрослым человеком. Но сейчас я ещё ребёнок. И вы меня кормите тем, что накладывали грязными руками? Спасибо. Я благодарна. Спасибо вам за то, как вы нас питаетесь. И химичка, которая у нас завуч и ответственная всю за эту часть, нас этим кормит, поощряет. Это поведение в столовой. И наша любимая классная руководительница решила то, что надо бы устроить на задней парсе, в самом конце, в чайный столик, где у нас дети будут, ну, где мы будем наливать чай, пить его вместе. Ну, и есть булки, которые мы носим в школу вниз, в сухомятку. И спасибо ей за это огромное. Но пришёл директор, такая, говорит, а по правилам безопасности, по правилам пожарной безопасности, по правилам, что там ещё тоже, Роспотребнадзора и тому подобное, вы, как бы, типа, не можете этим заниматься. Это неправильно. Потому, и, в общем, начала на нас гнать то, что, типа, зачем вы не соблюдаете банальную пожарную безопасность. Она нам грозила тем, что я вызову на вас пожарных. Но прикол в том, что ей потом же с этими пожарными и разбираться. Она является представителем школы, она директор. У нас произошёл небольшой конфликт с химичкой, поэтому дорогу педагогу! Она думает, что у нас к ней очень плохое отношение, оно у нас действительно плохое. И я сейчас объясню, почему. Нам надо было решить химическое уравнение, какое-то там уравнение, короче, уравнение реакции, химическое уравнение. И она его предиктовала, и сразу сказала, сдаём листочки. И никто не успел сделать. Никто! И тем же временем, через неделю, через две, она проверила эти листочки, начала всем говорить. И я такая, спасибо, у нас с моей подругой. У неё 4 с минусом, у меня 3. Хотя у нас абсолютно одинаковые работы. Она нам не даёт доделать работы. Она даёт какие-то работы, которые мы вообще даже не понимаем. Она нам не объясняет. Мы пишем параграфы по заданиям, которые она нам даёт. И всё. Всё. Больше ничего. И она ещё хочет к себе хорошего отношения. Она ничего не объясняет. Точно так же и учитель физики. Я, конечно, как-то лояльно к ней отношусь, потому что она мне напоминает мою бабушку. Но моя бабушка на меня так не орёт, как она делает это на наш класс. Серьёзно. И я как-то, как-то умудрилась, оказывается, на самостоятельной контрольной работе помочь человеку, у которого другой вариант. Как? Как я могла ему помочь? Но по её логике я ему помогала. Я бы не сказала, что мне не нравится в 10 классе, но мне больше не нравится отношение учителей к нам в 10 классе. Именно отношение к тем ученикам, которые учатся нормально, которые понимают, как-то стараются понять их предмет, но они орут абсолютно на всех и пытаются... Это ебать мозги абсолютно всем. Они ещё хотят к ним хорошего отношения в тот же самый момент, когда к нам этого отношения нет. Относись к своему... Относись к любому человеку так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Ты относишься к своим ученикам как к низшим существам природы. Значит, и мы будем относиться к тебе точно так же. Я лишь говорю, что происходит у нас в 10 классе. Я вас не пугаю. Если вы собрались идти в 10 класс, пожалуйста, идите. Это ваш выбор. Но не пожалейте потом о вашем выборе. Я пожалела о том, что меня уговорили в 10 класс. Я жалею. Но тем не менее, если бы я не пошла в 10 класс, у меня бы не улучшились отношения с частью класса. И тут сказка о двух концах. Если вы готовы терпеть то, что происходит в 10 классе, и ваши нервные клетки не будут портиться, идите в 10 класс. Я скажу только удачи и всё. Я лишь рассказала о том, как происходит это у нас. У нас. В маленьком городке. Может, это у вас по-другому происходит. И я с радостью почитаю ваши истории в комментариях. Ну, а я, вроде, немножко успокоилась. Мне полегчало на душу от того, что я выговорилась о том, какой у нас странный класс. Ну, не знаю. У меня, мне кажется, это было всё бессвязно. И тогда буду монтировать. У меня... Не знаю, что получится. Вот. Но мне надо будет всё-таки как-то отмонтировать эти 40 секунд. 40 минут, секунд, минут. Вот. Ну, а это было Ви. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии. В общем, да. Не знаю, что ещё сказать. В общем, думайте о каждых своих решениях. И... Всё, пока! Не знаю, что я сейчас говорила, но у меня ощущение, что я отнесла всякую хрень. На монтировке... Это будет. Пишите... Пишите... Пишите...